Всем привет! Меня зовут Михаил Савье, я ассошиат арт-директор компании SpiraSoft и сегодня мы поговорим об управлении командой на триполы проектах в офисе и на удаленке. Какие у нас сложности, в чем особенность, как происходит переход от офиса к удаленке, какие при этом возникают конфликты, какие плюсы, какие минусы. Все это мы обсудим в этой теме. Для кого это может быть интересно? Ну в первую очередь это может быть интересно синерам, которые метят в лиды или в арт-директора, уже работающим лидам арт-директорам. Ну и в какой-то степени это может быть интересно именно директорам компании для того, чтобы знать, что происходит в отделах, как их персонал переживает переход от офиса к удаленке, чтобы иметь общее представление о том, что происходит у них именно в самой разработке, да, какая-то сфера царит среди сотрудников и тому подобное. Представлю немного нашу компанию, компания SpiraSoft, ведущая компания в сфере ко-девелопмента, специализирующаяся на разработке компьютерных видеоигр. Инженерик, портирование, арты анимации, сервис поддержки, электронная коммерция, это все SpiraSoft. Мы сотрудничаем с командами Assassin's Creed, Rainbow Six, Anthem, Call of Duty, The Elder Scrolls, Injustice, Mortal Kombat, Quantum Break, Dragon Age, Mass Effect, всех и не припомнишь. Есть чем похвастаться, более подробную информацию можно получить на сайте компании SpiraSoft. Кстати, нашими партнерами являются Ubisoft, Riot Games, Electronic Arts, Sony, BioWare, ZeniMax, Warner, Remedy, Mail.ru Group, Rockstar. Много кого можно перечислять, я сейчас этим заниматься не буду. Немножко поясню, что такое CodeDev, в чем наша специфика, да. Вот SpiraSoft специализируется на совместной разработке компьютерных видеоигр. Что это значит? Это значит, что мы интегрируемся в команды известных паблишеров и становимся их частью. Например, для сотрудников это уникальная возможность поработать именно на проекте, то есть именно у того паблишера, которого мы заявляем. То есть, для примера, вы устраиваете SpiraSoft и попадаете на проект Rockstar и работаете как отдел в Rockstar. Если вы художник, то вы художник Rockstar. И вы работаете в арт-отделе Rockstar, да, просто работаете в SpiraSoft. Проект заканчивается, вы переходите на другой проект и уже оказываетесь, например, на проекте издателя Bethesda или Microsoft и так далее. Это уникальный опыт. Это действительно уникальный опыт для любого человека, кто хочет поучаствовать в AAA-разработке игр. Это наша особенность. Из свежего, чем мы можем похвастаться, это вот у нас свежий релиз Assassin's Creed Valhalla и уже анонсированный Halo. Это вот наши текущие проекты. Они сейчас на слуху. По компании все. Давайте перейдем к нашей основной теме. Вот тут еще логотипчики подъехали красивые, с картинками. Мы их промотаем. По пунктам у нас будут особенности подбора сотрудников. Что это значит? Это значит, что мы подбираем сотрудников уже на действующий проект. То есть мы здесь не говорим о том, что мы формируем отдел с нуля. Нет, мы имеем уже рабочий отдел, который у нас работал в офисе, мы переносим его на удаленку. И нам нужно его дополнить. Мы, например, добираем людей. Или мы расширяемся. Здесь мы обсудим про особенности. То, как мы делаем это в офисе, на что мы делаем упор. И как мы это делаем на удаленке. Потому что это совершенно два разных метода подбора персонала. Коммуникация и рабочий процесс. Вот это ключевой момент, потому что коммуникация меняется кардинально. Я расскажу тоже все детально, с чем мы столкнулись. То есть у нас была выстроена одна модель работы и взаимодействие с художниками. Потому что я отвечаю за арт-отдел. Мы будем говорить про художника в большей степени. И она полностью сломалась на удаленке. Она как бы видоизменилась. Далее мы поговорим про адаптацию и обучение новичков. Потому что это тоже такой большой пласт работы компании Сперасов. Потому что у нас много сотрудников. Мы много людей ищем, набираем. И, естественно, нам нужно их оперативно обучать и интегрировать уже в действующие наши проекты. Так как проекты серьезные и крупные, у нас есть своя специфика определенная. Есть связанные с этим сложности. Не все люди быстро или оперативно могут подготовиться к требуемым задачам. Ну и в финале нашего разговора мы обсудим комфортную среду, экологию. Какая у нас экология в офисе и какая экология у нас на удаленке. Как бороться с выгоранием и как формировать экологичную обратную связь, удобную для всех. Перейдем к первому пункту. Подбор персонала и ключевые моменты. Тут я сразу объясню, в чем отличие. То есть абсолютно меняются приоритеты. Когда мы ищем человека в офис, у нас в приоритете социальная составляющая и его потенциал. А вот когда мы подбираем человека на удаленку, у нас в приоритете индивидуальные качества и профессионализм. Я объясню, почему такие отличия. Потому что мы в компании полагаемся на роль лидера, на арт-дирекшн, на лид-артистов, на систему роста junior, middle, middle, senior. Я расскажу про нее более подробно. И на эффект команды. То есть мы можем взять человека, например, с начальными или базовыми скиллами, но у которого есть мотивация и потенциал. И мы можем рассчитывать, что помещая его уже в сработавшуюся команду к senior или middle, он довольно быстро вырастет до нужного нам уровня и сможет работать на проекте плодотворно. То есть без рисков для компании. Это важно, потому что эффект команды – это knowledge sharing, это team building, это friendly arm, это позитивный фидбэк. Команда очень важна. Эта социальная составляющая, она помогает художникам прокачиваться оперативно. Это выгодно и художнику, и компании. Поэтому, конечно же, в офисе мы используем вот эти положительные моменты по максимуму. Но на удаленке у нас нет такой возможности. Мы не имеем команды. Команда наша рассредотачивается на индивидуальных художников, точечно работающих. Соответственно, мы фактически, получая сотрудника, помещаем его в никуда. То есть у нас нет какой-то экологии, среды, где он мог бы быстро адаптироваться, начать плавать и уже чувствовать себя комфортно. Поэтому мы ищем специалистов уже готовых, уже опытных, самоорганизованных, психологически устойчивых. То есть тех, которые минимально будут нагружать других художников в плане фидбэков или обучения и наших лидов и арт-директоров. Что это значит? Это значит, что, например, в офисе наши риски нивелируются командой и арт-дирекшн. То есть мы не опасаемся, так сказать, взять ни того парня на проект. Ну или меньше опасаемся. А когда мы работаем с удаленным форматом, наши риски могут нивелироваться только профессионализмом, опытом и личной ответственностью человека, который к нам приходит. Соответственно, у нас и сужается и сам поиск людей, да, то есть их меньше. То есть они либо заняты, либо они дорого стоят, либо они сидят на фрилансе. Это сложнее. Как бы как итог, просто основа, вот то, о чем мы говорим, это то, что у нас пропадает эффект команды и социальная составляющая, которая именно так, как мы занимаемся ко-девелопментом, нам формирование отдела максимально важно. Вот на удаленке у нас нет этого отдела. Вот это ключевой момент. Быстренько пробежимся, вот конкретно по плюсам и минусам работы в офисе и на удаленке. Тезисно, да, то есть в офисе у нас широкий диапазон поиска людей, то есть хантинг, он у нас обширный, и мы можем себе позволить взять человека на обучение, то есть мы не сразу помещаем его в боевые условия. Мультипрофильность в офисе. Что такое мультипрофильность? То, что мы тоже активно используем. Обычно художники все-таки имеют какой-то приоритет. Кто-то любит environment, кто-то любит персонажку, кто-то еще что-то, кто-то, не знаю, UI и так далее. С какими-то задачами художники справляются на ура, с какими-то хуже, с какими-то вообще не справляются. Ну, есть такое. Но эффект команды позволяет тоже обойти эту проблему, скажем так, потому что все равно кто-то что-то подскажет, где-то даст позитивный фидбэк, сделает овер, там какой-то подмалевок. И люди постепенно-постепенно начинают делать все больше и больше разноплановых задач. Они втягиваются, узнают, общаются. Поэтому мультипрофильность – это очень полезно. На проекте не всегда есть задачи, идеально подходящие вашим художникам. Поэтому вы можете просто не иметь возможности давать ребятам то, что они реально хотят или то, что умеют лучше всего. Поэтому в офисе – это один из ключевых моментов нормального рабочего процесса. Ну, и мы уже говорили про эффект команды, он тут тоже отмечен. Это вот чувство локтя, чувство позитивного фидбэка, какое-то самообучение. А в офисе у нас проще контроль качества и соблюдение стиммейтов и сроков. То есть, опять же, это ложится роль на менеджеров, лидов и так далее. И оно все прогнозируемое. То есть, условно говоря, вам не нужно там стоять с тапком над ребятами и давить на них, потому что вы знаете их возможности, вы работаете все 8 часов вместе в одном отделе. Вы примерно представляете себе, за сколько времени будет сделана та или иная работа. Это тоже немаловажно, потому что на удаленке контроль качества и сроков, он как бы вообще иной. Мы отдельно про это поговорим, потому что это огромная проблема, когда мы перешли на удаленку. Это то, что часть нашего персонала, она полностью поменяла привычный режим работы. Но это в дальнейшем не поговорим. Эффект лидера. У вас ваш лид, ваш арт-директор, это не только художник, который умеет хорошо рисовать, наставлять, креативить и так далее. Это в первую очередь харизматичная личность, которая должна ребят подбадривать, вносить какой-то позитив, ну и, собственно, вести команду к хорошему, качественному финальному продукту. То есть это не в идеальной, конечно, среде, в компаниях в разных по-разному, но в идеальной среде это не человек, который пришел, все, что ты нарисовал, зачеркнул, сказал, чувак, это шляпа, сделай, как я тебе нарисовал. Это не лид, это не арт-дирекшн. Это просто ерунда, это навязывает своего мнения, да. То есть если человек попадает в стилистику проекта, да, по ТЗ, то он попадает. Если он нет, то это уже как бы решается обучением. Лид в нормальном понимании – это человек, который дополняет команду, который направляет ее, дополняет ее, который вносит в нее какое-то свое видение в рамках проекта и который берет на себя какие-то сложные моменты взаимодействия с заказчиком, там, разруливает конфликт внутри коллектива. То есть лид – это ключевая позиция для формирования нормальной экологии. Вот в чем суть. Что мы имеем удаленно? Мы имеем, да, персонал с высоким профессионализмом, с индивидуальными качествами, которые находятся в комфортной для них среде. Ну, написано в кавычках, потому что не для всех дом является комфортной средой, потому что бытовые и социальные условия у всех разные. Но, тем не менее, все равно считается, что дома работать комфортнее, потому что вы можете, не знаю, там, сесть в пижаме и сидеть рисовать, да, и вам для этого не нужно тащиться в метрополитен или садиться в машину. Но на длительной дистанции это может вызывать проблемы, потому что все равно регулярное сидение дома безвылазно, оно срабатывает негативно, как показывает практика. Так, быстренько пробежимся по минусам. Но в офисе они довольно стандартные. Это просто конфликты, неуживаемость какая-то, миссиндестендинг, обычные социальные конфликты. Это вот самое распространенное, что мы имеем в офисе. Личная неприязнь, еще что-то. Но в основном это все разруливается. То есть, варианты того, что проект работает как-то с токсичными людьми, ну, такого, в принципе, не бывает. А выгорание и конвейерность. Да, работа по 8 часов на большом проекте day-to-day, это тяжело. Действительно, это приводит к ощущению завода, конвейера, к выгоранию, к усталости. Особенно, если игры делаются по нескольку лет. У нас есть такой опыт, мы знаем, как люди там на третий год работы уже, ну, очень подавлено от того, что они ее регулярно пашут, 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 а итогов, в принципе, не видят. То есть, как бы, можете себе представить, да, 3 года это большой срок, 4 года большой срок, да даже 2 года для разработки игры, 3 года, это большой срок, ну, и плюс офис это все-таки какая-то несвобода, он накладывает свои ограничения, это и время работы, и контакты с руководством, и какая-то обязаловка в плане подъема, выпить кофе, поехать и так далее. То есть, не всем формат офиса удобен. Но, тем не менее, есть социальные люди, которым в офисе очень комфортно. Минусы на удаленке у нас. Это потребность, как я уже говорил, в опытных, дорогих специалистах. В первую очередь, это нужно для того, чтобы все остальные ребята в команде не тратили свое время на этого человека, чтобы он максимально быстро обучился и встроился в рабочую схему. Второй момент, это высокая нагрузка на лидов и арт-директоров. Она реально очень большая. Сейчас попытаюсь объяснить. Вот я только что говорил, что психологический и эмоциональный момент у лида, вот креативный, вот в офисе, очень высок. Так вот, когда мы переводим лидов или арт-директоров на удаленку, этот эффект пропадает, потому что наши лиды, наши арт-директора вынуждены тратить свое рабочее время, весь свой творческий потенциал на банальный мониторинг, на отсмотр работ, оверпейнты, на разговоры, на мидинги. То есть, это больше уже работа техническая, чем творческая. Мы дальше это подробно разберем. Я уже на примерах работы на проекте расскажу, как это выглядит. Пока закончим с минусами. Система Extra Time. Она у вас включается по дефолту. Опять же, если в офисе мы обсуждали, что контроль качества и сроков у вас, в принципе, он стандартный или прогнозируемый, то, как вы считаете, так примерно и есть, потому что вы видите, как команда работает в реальных условиях, то на удаленке вы всегда закладываете риски, что новый человек как-то неправильно поймет фидбэк, сделает слишком много неправильных скетчей, которые не примет заказчик. Где-то зарисуется, где-то запсихует, да все что угодно. Вплоть до, я не знаю, забухает. Мало ли чего, не бывает. Поэтому система Extra Time, она вам необходима. Вы закладываете всегда ее для своей безопасности. Что да, у вас есть, например, на макет недели, но гарантии, что она будет готова, вот эта работа за неделю, у вас нет. Вы все равно добавляете 3, 4, 5 дней. Ну, зависит от проекта, сколько вы обсудите с заказчиком. Но система Extra Time, это всегда невесело и нехорошо. Особенно, если вы регулярно к ней прибегаете. Дальше. Точечное распределение задач. Здесь написано голосов, но это ошибка. Распределение задач. Что это значит? Так как у вас ребята не работают в системе команды, вы в идеале должны им давать те таски, на которые они ориентированы. Чтобы работало все слаженно, вы не уходили в Extra Time и не тратили много своего времени, как лид или арт-директор, на фидбейки, на обработку, на отсмотр процесса и так далее. Вам лучше распределять задачи таким образом, чтобы они подходили вашим художникам по их приоритетным скиллам. То есть, environment artist идет environment. Персонажник, персонажка. Опять же говорю, в офисе такой жесткой привязки нет. Вы можете подстраховать друг друга, вы можете где-то поменяться и так далее. Где-то подучиться чему-то, где-то что-то перехватить. На удаленке, если вы так сделаете, вы, скорее всего, точно уйдете в Extra Time. А может и вообще надолго в него уйдете. Это не здорово. Чтобы себя обезопасить, лучше давать людям комфортные для них задачи. Ну и, соответственно, на удаленке есть риск взять не того парня. Вронгай риски. Когда вы не знаете, как он сработается. Вы не знаете, как... Даже если он профессионал, и у него высокие индивидуальные качества, и вы вроде как все отличный парень, но вы не можете быть уверены в том, что он интегрируется в проект. Что он будет адекватно реагировать на фидбэки. Что он будет адекватно рисовать то, что вы от него хотите. Точнее, не вы, а заказчик. Но, тем не менее, вы транслятор этой информации. Поэтому риски такие есть. Их надо держать в голове. Поплыли дальше. По рабочему процессу. Вот тут как раз я расскажу про нагрузку на лидов и арт-директоров. Рабочий процесс изменится. В первую очередь для управленцев. Для лидов и арт-директоров. Они сменят свою творческую направленность на организацию и контроль. Это произойдет вот почему. В офисе у отдела вообще всего. А я не воспринимаю как лидов и арт-директоров отдельно от отдела. Я считаю, что это те же художники. Они работают в одной команде. Так вот, у вас есть целостное восприятие того, что вы делаете. Потому что вы его делаете совместно. И с 3D-шниками, и с аниматорами, и с FX-ерами. Вы понимаете, как выглядит игра. Вы понимаете, что вы рисуете. Вы понимаете, что то, что вы сейчас сделали, оно завтра уже будет бегать и стрелять. Это очень помогает поддерживать хорошую атмосферу на проекте. Это здорово, когда вы видите ваш продукт. И из-за этого у вас высшая мотивация. Вы работаете сплоченно. У вас гибкая система распределения задачи, о которой мы говорили. Вы можете использовать эффект локтя, дружбы, подменять друг друга. Попросить. Ну там, вот у меня были примеры на проекте, когда ребята очень устали. А работы было много. Она была довольно рутинная. Она была связана с интерфейсами. И мне откровенно говорит парень. Я все, я устал. Я не могу это делать. Просто я хочу передышку сделать. Я просто делаю свою работу неэффективно. Я устал. И мы взяли его задачи, распределили между двумя другими художниками. И где-то я включился. И мы быстро, оперативно закрыли этот вопрос. Парень передохнул. То есть мы не довели до кипения одного человека. Мы спокойно его подстраховали. А потом закрыли свои задачи оперативно. Да, то есть где-то там по овертайме или и так далее. Но это эффект локтя. Потому что коллектив дружный, это нормально. Другу помогать, это нормально. Соответственно, тут и включается та же мультипрофильность, как основная рабочая модель. То есть ты понимаешь, что мы можем сделать все, если нужно. Но желательно, конечно, выдерживать комфортные какие-то задачи для ребят. То есть давать им то, что они любят. Ну, у вас есть какая-то гибкость в офисе, есть мобильность. Ну, и естественно, офис позволяет, благодаря мобильности, мультипрофильности, целостному восприятию, чувству локтя, даже уходить в кранчи. Кранчи это плохо. Все знают, что кранчи это плохо. Но они бывают. Это работа, это разработка. Вы никуда от них не спрячетесь. Они могут возникать. Но на моей памяти на каждом проекте они хотя бы раз, ну два, ну бывали. Так вот, коллектив позволяет эти кранчи без травм спокойно проходить. То есть без стресса, без негатива, без ссор. То есть можно это делать. А вот на удаленке коллектив распадается. Вы фокусируетесь каждый на конкретно своей работе. На долгое время. Не на день, не на два, на неделю. Сегодня ты нарисовал одно, завтра другое. Но ты не видишь проект в целом. Ты сидишь целыми днями и рисуешь определенный макет. И плюс, что еще происходит? Усиливается контроль. Потому что если в офисе этот контроль не так важен, потому что мы его включаем только если команда проседает или не выполняет, или не укладывается в сроки, или там есть какие-то проблемы. Но в целом, если команда работает неплохо, то контроль вообще не нужен. То есть ребята приходят, делают интересную работу, делают ее по срокам, установленным как бы в документе. И рабочее время, как таковое, в офисе, оно никак не влияет. Да, у тебя 8-часовой рабочий день, но ты можешь, как профессионал, сделать задачу за 2-3 часа. Главное, чтобы у тебя было нормальное, хорошее психологическое состояние, чтобы ты работал комфортно. А на удаленке вы должны это контролировать. Потому что вы не можете так же, как вы в офисе, отпустить ситуацию. Потому что нет команды. Потому что нет рядом людей, на которых ты обратишь внимание и скажешь, ой, да что-то я в носу ковыряю слишком долго, или я сегодня пью кофе слишком долго. У тебя нет никаких референсов рядом. Ты один, и ты можешь позволить себе все, что угодно. И какой бы человек профессиональный не был, как бы вы ему не доверяли, у вас есть всегда риск того, что люди уйдут в забвение. Я не знаю. Я сделаю это в самом конце рабочего дня, за пару часов накидаю скетч и сойдет. Нет, не сойдет. Это может сойти разок, другой, третий, но общее впечатление от работы, оно ухудшится. Качество упадет. Оно в любом случае упадет. Поэтому те люди, которые у вас отвечали за хорошую эмоциональную составляющую, которые формировали коллектив, которые были лидами, они у вас превращаются в элемент контроля. Условно говоря, в тапок. Который будет регулярно звонить тебе на удаленки, отсматривать твои материалы, делать оверы. Как такой большой брак, который будет регулярно до тебя докапываться? Это не творческая работа, это не креативная работа. Это организационная, просто организационная работа. Она не свойственна творческим людям. А теперь представьте, что у вас коллектив большой. Не пять, не шесть художников, а тридцать человек. Или, не знаю, тридцать, наверное, многовато. Ну, пятнадцать у вас человек. Представьте, что вам нужно весь день заниматься оверпейнтами, фидбэками, отсмотрами, созвонами. То есть это иная работа. То есть лиды работают на удаленке на износ. И они очень сильно загружены. И это еще мы не обсуждаем, потому что у людов есть другая работа, связанная с их начальством. Они еще и там участвуют в митингах, в совещаниях, в разборе полетов. Да, и созваниваются еще с заказчиком напрямую, да, зарубежным. Там еще бумажками занимаются и так далее. Поэтому этот момент, момент контроля, он очень негативный. Потому что не все лиды, они в состоянии держать подобный темп работы на нейтральном уровне. Не уходя в агрессию, да, соблюдать какие-то экологичные фидбэки или нейтральные. И регулярно на длительной основе выдавать их вот эти нейтральные фидбэки без конфликтов. Вот в чем сложность, да. Вы не можете это прочувствовать в офисе. Это все всплывает на удаленке. Вы переводите людей, и они начинают меняться. Ваш слаженный коллектив в один момент начинает становиться разлажен. Где-то кто-то просел, где-то кто-то стал хуже качества выдавать. Где-то появилась агрессия в фидбэках или недопонимания. Где-то начинается какое-то излишнее давление, потому что сроки горят. И это все уже в хорошем слаженном коллективе. Оно появляется именно на удаленке, потому что эффект коллектива пропадает. Поэтому ключевые моменты на удаленке, это, конечно же, экологичная обратная связь. То есть нужно максимально следить за тем, что вы пишете, что вы говорите. Как вы реагируете на то, что вам присылается, да, на отсмотренный материал. Никакой токсичности, максимальная нейтральность, либо вообще позитивные какие-то фидбэки. То есть, если позволяет, как бы, нервная система, да. Ну и мотивация, то есть, мотивация это штука вообще индивидуальная, да, на каждом проекте. То есть, лиды от директора, они сами знают, кто у них работает, какого склада характера у них художники, да, и как на них повлиять. Но раньше этот момент остро не стоял. В офисе вам не нужно было быть таким, эй, эй, я вам сейчас речь зачитаю, и мы тут как единая команда пойдем пахать. Нет, ну вы не холодильники продаете, не в Эльдорадо работаете там, где нужно какую-то коллективную мотивацию резко перед рабочим днем там всем зачитать. Нет, конечно. Это все именно в творчестве проявляется. Тут это, вот на удаленке это все к минимуму сведено, к сожалению. То есть, больше организационная роль. И вы, и художники сфокусированы на конкретных задачах, и на них еще и давление усиливается, и нет эффекта дружеской руки. То есть, вы получаете те таски, которые получаете. Как итог, рабочий процесс ухудшается для всех, так или иначе. То есть, сама работа для художника на удаленке, возможно, будет меньше. Но она будет по-другому проходить. Это не всегда всех устраивает. То есть, она просто видоизменится. А вот нагрузка на руководящий состав, она сильно повышается. И именно из-за того, что руководящий состав сильно нагружен, он может вызывать, он может провоцировать конфликты. Это возможно. Он может провоцировать недопонимание. Это надо держать на контроле. К этому нужно быть очень внимательным и аккуратным. Идем дальше. Что происходит при интеграции в рабочую среду, наш рабочий коллектив на удаленке и в офисе, нового человека. В офисе, в первую очередь, есть атмосфера и система обучения. Я об этом говорил. Но за счет чего? Вы можете использовать ментора как хороший, классный ресурс. Менторство – это выгодно всем. Вы можете мотивировать карьерный рост синера или миддла за счет того, что вы назначите его ментором на джуниор. Работа с ментором всегда позитивно влияет на нового человека. Во-первых, он быстрее обучается, он перенимает какие-то корпоративные знания, он перенимает гайды и какие-то стилистические решения проекта, потому что все проекты индивидуальные, там все по-разному, нужно перестраиваться. Поэтому ментор – это как наставник и падаван, муджедай. Работает эта связка прекрасно практически всегда, особенно если менторы падаван подружатся, грубо говоря. Обычно так и бывает. Это и формирует хорошую среду, еще раз повторюсь. И немаловажный момент – это низкий стресс-эффект. Стресс на ААА-проектах – вещь довольно серьезная, потому что вы попадаете в серьезную работу, где серьезные требования к качеству, где цена ошибки довольно высока. То есть, конечно, вы не по минному полю ходите, но желательно, чтобы вы на регулярной основе выдавали нужное качество, которое ожидает заказчик. А к требованию качества очень высоки. Соответственно, новичок, новый человек, попадая на ААА-проект, на начальном этапе, конечно, испытывает серьезные перегрузки и стресс. Вот в офисе он не настолько сильно ощущается, если есть ментор или эффект команды. Потому что, глядя на ребят, которые уже давно работают в таких условиях, для которых это нормальный привычный ритм, которые позитивно пьют кофе, разговаривают, дают какие-то советы, что-то обсуждают, новый человек успокаивается и начинает перенимать тип работы и обучаться. Это важно. Потому что, когда в коллективе нет стресса, это всегда хорошо. И для компании, и для проекта, и для самих ребят. При работе из дома, вам для того, чтобы обучить человека, нужно задействовать дополнительное время. И вот это проблема. У вас нет менторства, нет эффекта команды, у вас есть просто человек. То есть, даже если он профессионал, даже если мы, вот как обсуждали, он опытный, там, не знаю, заратустр от игровой индустрии, вам все равно нужно его обучить, хотя бы минимально, для того, чтобы он попадал в стилистику проекта. Это очень затратно по времени. Потому что вам нужно выделить на это ресурсы ребят, которые уже на проекте. Но на удаленке они все работают в четкие сроки, по четким таскам. То есть, вам нужно либо выделить на это их личное время, что неправильно, они не обязаны это делать в выходные дни. Или там утром, с утра пораньше вставать и этим заниматься. То есть, в боевых условиях, как в офисе, это не происходит. Вы делегируете время одного человека для другого человека. Это неправильно. Либо вы можете делегировать время лидов, арт-директоров, но это тоже неправильно. Но выхода у вас нет. Вы должны подготовить человека к проекту. Соответственно, это время, и оно тоже непрогнозируемое. Вы не знаете, насколько затянется этот период. А работать надо сейчас. Вы берете человека в боевые условия. Вы не можете поставить время на палку, сказать, ну вот здесь мы недельку поморозимся. И поморозиться вы не можете. Надо делать. Соответственно, когда мы имеем сотрудника на удаленке, первое время он... Его работу доделывают другие люди. Очень часто. То есть, он что-то сделал по таску, которую мы ему дали, и оно не подходит. И тут уже берут другие ребята стилы с руки, доделывают, дорисовывают, допиливают, звонят ему, показывают, объясняют и показывают заказчику. Чтобы заказчик видел всегда нормального качества работу. Но при этом вы же понимаете, что если бы где-то время забрали, то оно там самому по себе не восполнится. Если где-то прибыло, где-то убыло. Поэтому вы делаете ставку, в идеале, конечно, на индивидуальную обучаемость. То есть, компания готовит под каждый проект, например, PDF-гайде, где расписано, что колористика такая, стилистика такая. Возьмем, например, Borderlands какой-нибудь. У нас там стилистика от контура или еще от чего-то. И это все прописано в гайде, и человек может сесть дома, он пришел на проект, он замотивирован, у него есть какая-то личная заинтересованность, и начинай этого изучать. Так вот, индивидуальная обучаемость крайне важна. Чтобы новый человек понял, что вы от него хотите, что вы от него ждете, какого качества вы ждете. И максимально быстро перестроил свою работу, свои какие-то там предпочтения под то, что нужно именно вам и для проекта. Вот это важно. И найти людей, которые в этом плане сильные, и легко перестраиваемые тоже не очень просто. То есть, видите, что мы по итогу в целом приходим к тому, что удаленка – это всегда проблема времени. Одних людей, других людей, времени выполнения задач, времени арт-директоров, которые занимаются тем, что эти задачи как-то раздают, отсматривают, контролируют, времени людей, которые обучают других людей. Все это большая такая резина, которая тянется, тянется, и вы никогда не знаете, в какие сроки вы уложитесь. То есть, вы можете их примерно представлять. Но тут мы вернемся опять к экстратайму. Для чего нужно? Для того, чтобы вы чувствовали себя поспокойнее. Поэтому адаптация и обучение – это на удаленке процесс непростой, и в идеале, конечно, его лучше избегать. Для этого, когда мы говорили про первый пункт, про подбор персонала, мы говорили, что мы берем приоритет профессионалов, которые уже знают, как это работает, которые работали на AAA-проекте, которые работали над крупными тайтлинами, которые работали в игровой индустрии давно и плодотворно. С такими людьми работать проще. Но их не так много. Идем дальше. Выгорание, обратная связь, комфортная среда. Вот тут, опять же, все это ложится при переходе на удаленку на ваших лидов. Потому что компания напрямую с сотрудником, когда он на удаленке, не взаимодействует. Компания – это как бы офис, который где-то стоит, куда вы ездите. И там есть руководители, есть кафешка, есть компьютер, есть отдел безопасности, и, не знаю, айтишники. Нет. Компания – это для вас на удаленке это будет конкретное лицо вашего лида, который будет с вами регулярно контактить. И лиды сами этого не понимают. Они, перейдя на удаленку, они продолжают себя ощущать такими же членами команды, как обычно. Хотя ситуация изменилась. Теперь вы представители компании. Вы, звоня сотруднику, отсматривая материал, вы должны понимать, что все, что вы говорите, все, что вы делаете, это делает компания, в которой вы работаете. Это забавно, потому что многие этого не осознают. Потому что в офисе у людей есть вовлеченность, есть командная вовлеченность в проект, есть атмосфера какая-то дружественная, есть печеньки, игровые комнаты, все, что угодно. Это хороший фон. Это комфортная среда. Она может быть где-то дискомфортной, но в целом это комфортная среда. Когда вы удалены, то есть вы сидите дома, у вас нет ничего, кроме ваших бытовых условий, которые вы сами обязаны сделать себе комфортными. А иногда это не позволяет квартира или дом, там все, что угодно. Но в целом это ложится на вас. Вы должны создать себе комфортные условия для работы. Вы фокусированы на индивидуальных задачах. А ваши напарники, ваши лиды, они теперь выступают в несколько иной роли. Они теперь представители компании. И они осуществляют над вами надзор. И вот это уже не очень комфортно. Конечно, все индивидуально. Кому-то дома хорошо, кому-то в офисе. То есть комфортная среда понятия индивидуальные. Но так как рабочий момент, рабочий процесс изменяется у всех без исключения. У обычных художников, у лидов, это не важно. У всех он изменяется. И мы не можем прогнозировать, как он будет меняться на длительные дистанции. Вот если брать, например, мой опыт, мне первое время очень нравилось работать удаленно. Какое-то такое спокойствие было. Все нормально сидишь в комфортных условиях со своей машиной, со своим монитором. Но на долгой дистанции я понял, что я не могу. Мне тяжело быть одному. Мне тяжело работать регулярно в гробовой тишине и постоянно видеть людей по созвону. И мне было намного проще работать в отделе с художниками, где я всех знал. Условно говоря, тактильно мог подрататься, пообщаться, попить кофе. И мы все вместе могли обсудить какие-то арты, поделать оверы. Эффект коллектива мне очень нравился. Хотя мне казалось, что это не будет для меня проблемой. И как я вот наблюдаю за ребятами, кто работает на удаленке, многие тоже думали, что это не будет для них проблемой, но становится проблемой. Падает работоспособность, кто-то не может сидеть в своей квартире долго, потому что понимает, что эта квартира для длительного пребывания не предназначена. Такие факторы тоже работают. Человек может терпеть месяц-два, но на треть у него едет кукушка. И вот у вас, ваш коллектив, который плавно переехал на удаленку, начинает сыпаться по чуть-чуть. И вот чтобы он не сыпался, формирование или поддержание этой комфортной среды, оно ложится на тех же лидов, которые сами того не подозревая, становятся единственной как бы зацепкой компании на хорошую коммуникацию. Потому что это вы общаетесь, это вы звоните, это вы обсуждаете, это вы даете обратную связь. Это вы можете перекрыть палку и создать токсичную атмосферу. Или наоборот ее держать на нужном уровне. Это ваша вовлеченность может позволить вам лишний раз позвонить не по делу вашим сотрудникам и поговорить о чем-то личном. Потому что если вы забудете про это, или вам будет на это плевать, и вы будете звонить или общаться только по работе, то через 3-4 месяца вы весь ваш сплоченный коллектив просто растеряете. Что они будут чувствовать себя не в команде, не в компании, потому что компании как таковой нет. И вы ее как лид не представляете. Потому что что они будут получать от вас? Они будут получать от вас мониторинг, контроль, капание на мозги, фидбэки и так далее. Даже, 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 даже если мы говорим про идеальную команду, которая перенеслась с офиса на удаленку в идеальном составе, даже там спустя 3-4 месяца начинаются подобные разрушительные эффекты. Парадоксально. Потому что люди друг с другом не видятся, не общаются. В условиях пандемии они даже, условно говоря, пиво вместе не пьют. Игры не обсуждают, билд не видят, да, то есть как игра оживает, не видят. Потому что ты можешь просидеть неделю делать концепт какой-то машины и ты ее увидишь через месяц, как она ездит в билде, а может и не увидишь. Это тоже влияет. Особенно на профессионалов, которые привыкли игру видеть целиком, делать проект целиком, смотреть на общие вещи, а не на частные. Это грустная такая нота, но вот если вот подытожить все, что я сейчас сказал, что мы имеем по итогу? Мы имеем по итогу ключевой момент это человеческое отношение, когда вы от корпоративного взаимодействия командного, да, переходите на личное. и вот тут ваше чутье, ваша дружба, которая сформировалась на проекте, да, ваша сплоченность, вот тут она должна заиграть по-другому. Вот здесь она должна быть, как бы даже не знаю, как сказать, вы должны это хранить, что ли, да, беречь, регулярно обсуждать это, да, не обязательно общаться только по работе, коммуницируйтесь по любому поводу, поиграйте в онлайн-игры, все что угодно. Это мелочи и банальности то, что я говорю, но это важно, потому что у компании очень мало рычагов для того, чтобы поддержать человека на удаленке. Могут быть какие-то подарки, премии, или там плюшки там хэллоуинские, которые присылают тебе, да, может быть, но это не заменяет живых людей, это не заменяет ребят, с которыми ты в игровой комнате шпилил в Mortal Kombat, а потом шел работать, это не заменяет людей, с которыми ты завтракал и пил кофе, обсуждал там, как проходил какую-то новую игру. Этого всего это не заменить, живое общение не заменить, как в Solaris человеку нужен человек. И вот тут роль лидов, арт-директоров, она человечная. Вы не можете взять и просто наобум написать или отдать какой-то фидбэк, вы должны посмотреть, как он повлияет на конкретного сотрудника, хорошо ли он воспримет информацию, не слишком ли он агрессивен. Это важно, это все тонкие такие вещи. Они, вот если вы не будете за этим следить, компания, да, сама целиком, и вы в частности, вы со временем придете к тому, что ваш хороший рабочий коллектив начнет распадаться. А если начнется текучка, вам восполнить этих людей будет крайне сложно, потому что мы обсуждали, подбор персонала усложнен. Так что берегите себя, берегите ваш коллектив, не болейте, будьте друг другу чуткими и заботливыми, как это ни странно. Мы все сейчас в очень непростой ситуации и в игровой индустрии чувство локтя, чувство заботы сейчас, как никогда, важно. Спасибо, до встречи. Раньше, когда не было пандемии, в принципе, должное внимание отдавалось тимбилдингам. Каким-то образом, если развить эту тему, можно ли какие-то аналоги в онлайн найти тимбилдинга или же только совместные какие-то прохождения игр или есть какие-то более расширенные варианты? Ну, вот пока какого-то универсального хорошего решения найти не удалось, потому что люди довольно инертны, когда они работают из дома. Кому-то онлайн-формат не актуален, кто-то просто не любит камеру и не хочет в таком формате общаться. Вытаскивать людей на улицу в баром не имеем никакой возможности и морального права. Поэтому, конечно, если из всего коллектива нам удается выцепить хотя бы человека четыре, это уже какой-то успех на данный момент, к сожалению. Как таковой замены нет. Вообще люди неохотно идут на такие онлайн-контакты, по крайней мере в наших реалиях, в наших отделах. Вот в принципе сколько человек среди недовольны недовольны онлайн-режимом и хотели бы как можно скорее вернуться в офис. Где градус этого предела? Средняя по палате у вас конкретно? Обычно, если люди недовольны конкретно недовольны, то чаще всего это бытовые условия. Вот это однушки, жены в одной комнате, дети в одной комнате это проблема. Но она вот эта та вещь, которая серьезно влияет на работу, делает ее иногда невозможной. А второй момент, который не озвучивается сотрудникам, естественно, он подключается именно от лидами. Это когда в отрыве от коллектива человеку становится плевать на проект. То есть спустя месяц работы, два месяца работы, он делает просто на автомате работу, которую его просят, и из-за этого падает качество и его интерес к проекту тоже падает. Это серьезно подкашивает сам рабочий процесс примерно так же, как и бытовые условия. То есть в бытовых условиях работа просто на нет сходят. То здесь работа есть, но не надлежащего качества. Ты уже не знаешь, это так легко не решается. Например, бытовыми условиями. Если бытовые условия плохие, мы можем что-то попытаться придумать или сделать какой-то изолированный участок на работе для человека, где он будет один сидеть в офисе. Потому что офис пустой. Мы можем кого-то точно пересадить иногда. Когда человек просто морально не вовлечен в работу, ему не интересно делать игру, тут уже сложнее. А по поводу менторства. Был ли у вас конкретно на вашем личном опыте кейс, когда ментор подсоединялся уже во время пандемии? То есть никогда было установлено взаимодействие что-ли оффлайн в офисе, а вот уже когда говорили человеку что вот это твой ментор, ты будешь с ним работать и если было такое, то как потом строилось взаимодействие? Ты имеешь ввиду подключение менторства уже в удаленке, когда мы берем нового человека и назначаем ментора дистанционно? Да, да, да. Ну смотри, мы не можем себе позволить назначить ментора дистанционно, потому что опять же я говорил об этом, это очень долго, да, то есть мы теряем двух человек, по факту, новый человек не работает, а тот, кто уже работает, тратит свое время вместо работы на обучение. И плюс онлайн обучение, оно не имеет такого эффекта, как обучение, например, где-нибудь у нас там в переговорке, где мы все там осматриваем материал. Все равно это немножко другой эффект имеет. Поэтому мы делаем таким образом, мы чередуем вовлеченность, мы чередуем как-то ментор, например, участвую я и какой-то синер. То есть, например, я знаю, что я потрачу на этого человека, например, два часа в день и два часа потратит там еще какой-то художник, да, я эти два часа как бы помечаю как как бы менторские часы. Это то, вот как мы сейчас выкручиваемся, да, опа, четыре часа на человека потратили в день. К концу недели мы рассчитываем на какой-то прогресс, да, мы уже смотрим, что он сделал, возвращаемся к тем менторским урокам, которые ему за неделю давали, тыкаем ему пальцем, говорим, вот тут, 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 тут не услышал, вот тут, тут не понял, и постепенно как бы подготавливаем сотрудника к полноценной работе. Но полноценный ментор назначить мы не имеем возможности. Потому что в любом случае это нагрузка, и тот художник, который потратил два часа на менторство, должен будет эти два часа потом дорабатывать вечером или еще где-то, или выходные. Это гнусно, не очень. У нас есть еще вопрос. Наблюдались ли случаи выгорания на удаленке? Да, конечно. Как минимум, вот удивительно, ну аж три случая всплыли. Во-первых, не всегда понятно, с каким психологическим состоянием человек из офиса уходит домой. То есть мы, когда переезжали, мы эту вещь не мониторили. Ну так сильно, да? То есть мы не знали, какова усталость в проекте в целом ребят, которые переезжают домой. И это детонировало. То есть человек переезжает домой, он и так от проекта подустал, попадает еще в плохие бытовые условия, и там у него начинается взрыв. То есть там одна девочка уволилась, просто потому, что она просто в душу уволилась. Вот так, без каких-то объяснений и причин, она сказала, что я хочу отдохнуть, я не хочу заниматься работой и с квартирой. Ну, мы попрощали с ней с такими словами, что как только ты придешь в себя, ты можешь к нам обратиться и вернуться на работу. словно говоря, мы сейчас за тебя не платим, пока ты психически останавливаешься, раз ты не хочешь нас всех видеть. Вот. Но как будешь готова возвращать по-человечески. Потом еще, какие срывы происходят. Иногда есть напряженность взаимодействия, например, леда с каким-то из сотрудников, на каком-то из проекте. Я не про свой сейчас говорю, у меня вроде как конфликтов нет, но у нас разные есть, разные проекты есть, там разные леды. Бывают случаи, когда просто есть усредненный фидбэк в офисе, который долгое время копится у какого-то сотрудника негативно. То есть ему сложно воспринимать обратную связь у этого человека, оно для него кажется агрессивной. Но в рамках офиса и рабочей ответственности он это принимает. То есть это такой минимальный дискомфорт, с которым ежедневно мирится. И вот то, о чем я говорю, когда вы являетесь лицом компании на удаленке, вот человек приходит, ну человек уже работает дома и регулярно видит только это лицо, с которым у него был конфликт в офисе. Понимаете, да, о чем я, когда вы в офисе, у вас много лиц, много коллег, да, которые это как бы сглаживают эту вещь. А на удаленке есть только вот этот неприятный лиц, с которым ты еле-еле мирился, да, и вот ты только с ним и взаимодействуешь тет-а-тет-а-тет-а-тет все, человек говорит все, либо я, либо он, я не хочу. И тогда либо человек меняет проект, ну, говорит, я хочу перейти на другой проект к другому лиду, и его переставляют. Ну, там начинается ротация какая-то, ну, либо психует, там, увольняется, ну, это реже, конечно, это уж крайняк. Но в основном мы совершаем ротацию. Потому что не всегда это вина лида, просто есть такая коммуникация неприятная для кого-то, манера речи неприятная, да, все что угодно. То есть лид может быть и хороший, он делает это не со зла, но они не срабатываются, вот эти люди. Но на удаленке это очень сильно всплывает, мы ротируем составы. Ну, это, в принципе, бывает и офлайн, в офисах часто. То есть вы считаете, в принципе, как? Эта девушка может вернуться потом в коллектив по истечении какого-то времени? Да, конечно. Ну, конечно, не та проблема. Ну, опять же, это же художники, да, люди творческие. Опять же, срабатывает эффект того же завода, который люди переносят из офиса домой. Вот ушел там, работал, нет, ну, там, год целый, да, на этом конвейере, где там были друзья, были какие-то тимбилдинги, что-то веселое, да, этот конвейер как-то разбавлялся каким-то нормальным отношением, со стороны коллег, потом ты приходишь домой и достаешь стукоты и этот конвейер. Поэтому, ну, это нормально. Это же не какая-то личная неприязнь, человек передохнет, вернется. Как бы, да, для компании это дискомфорт, потому что мы теряем сотрудника, но мы теряем его не навсегда. Ну, опять же, это не частый случай. Основное, что происходит, это такой плавный упадок сил. Вот что, мы работаем, работаем, и мы замечаем, что здесь люди начали подскисать. Вот это вот самое неприятное, потому что падает, падает качество, нужно много затрачивать сил, чтобы опять поднимать на нужный уровень за счет разных каких-то решений, не всегда приятных. А в офисе мы этого никогда не делаем. То есть мы никогда не опускались до такого, чтобы как-то там педалить или пинать людей, или там стоять за шкирку их, волочи компьютера. у нас такого никогда не было. Сейчас, в принципе, тоже этого нет, но все равно давление выше. Это негативный момент. Напоминаю, у нас еще есть время, чтобы писать свои вопросы, задавать их Михаилу. Пишите, пожалуйста, их в соответствующую вкладку. Спасибо большое вам. Спасибо.